В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Обширная программа и прогрессивные проекты. Что сулит итальянский визит Рустама Мениханова, узнал Дмитрий Иринен. Казань, заметенная снегом. Под снегом лед, двигаться невозможно. По столичным дворам и улицам попыталась пройтись Альбина Менебаева. Убить свою собаку за тысячу рублей. Мое мнение, наверное, можно и жуще наказать. Такое наказание избрал мировой суд. Живодеру из Казани узнал Сергей Хайдаров. Цирк уехал, школьники остались. Сказали, что цирковая школа закрывается. Чем сегодня заняты учащиеся закрытой казанской школой цирка и когда им снова на манеж выяснял Рамиль Шайдолин. В Татарстане может появиться первый в России завод по производству полностью разлагаемых биопластиков. Такой проект презентовали Рустама Мениханову в Италии. В эту страну наша делегация приехала с двухдневным рабочим визитом. Предстоит большая деловая программа. О встречах и договоренностях расскажет Дмитрий Иринен. Прогресс дошел до того, что пластик может быть полностью разлагаемым. И такое передовое производство первые в нашей стране хотят построить в Татарстане. Проект в итальянском Милане презентовали Рустаму Мениханову. Могу сказать, что продукт очень перспективный. Могу полезно согласить, потому что производство нет. К строительству завода по итальянским технологиям может подключиться группа компаний Таиф. Они готовы вложиться в этот перспективный проект. Ожидается, что завод может быть построен за 24 месяца, то есть за 2 года. Благодаря модульной конструкции при необходимости производство могут наращиваться. Для производства таких биопластиков сырьем могут служить обычные продукты. Например, сахарные свекла и картофель. И из таких биополимеров можно получить широкий набор пластиковой продукции. Например, игрушки. И различные тюбики для косметики. Как говорят специалисты, с поставкой сырья для производства проблем не будет. С экологической точки зрения актуальный проект. Вопрос сырье обеспечения решен. Идет изучение технологий вместо привязки этого проекта. А в Казани, возле республиканской клинической больницы, может появиться маленькая Италия. Жилой комплекс от римских архитекторов. Проект также показали Рустаму Миниханову. Вообще, этот визит в Милан ознаменовался обширной деловой программой. Многочисленными встречами с правительственными и деловыми кругами. Очень хороший реклам. Президент познакомился с работой крупнейших компаний Италии. Посетил производство шин и миланский телецентр «Медиасет». Он является второй по величине частной телекомпании в Европе. И охватывает 40% итальянских зрителей. Рустам Миниханов побывал в студии новостей. Она оснащена камерами, роботами. На встрече с активом «Татар-Италии» Рустам Миниханов отметил, что важно не терять связи со своей малой родиной. А еще важнее не забывать родной язык. В России вторая нация – это татары. Вы это должны знать. Это тоже и здесь должны знать, что у нас свой язык, он совершенно другой. У нас своя музыка совершенно другая. И это хорошо, это дополняет. Обо всех перспективы сотрудничества говорили на форуме. Как отметили, сейчас товарооборот между Италией и Татарстаном составляет около 300 миллионов долларов. В этом году наметился рост. И ожидается, что этот визит и договоренности дадут дополнительный импульс. Дмитрий Аринин, Андрес Интальцев, Марат Хусейнов, ТНВ, Милан, Казань. Светофоры, остановки, уличное освещение появятся у жителей микрорайона Салават-Купере в следующем году. На развитие инфраструктуры выделят 160 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня на сессии Казанской городской думы. Депутаты обсудили еще ряд вопросов. Обо всем по порядку. Анна Граднова. Улица Осиновская. Это главная дорога, которую ведет микрорайон Салават-Купере. Она выходит на Горьковское шоссе. Именно здесь каждое утро люди вынуждены стоять в пробках, выезжая на работу. Даже сейчас в 2 часа дня мы можем видеть небольшие затруднения на дороге. Очень, очень даже трудно ездить. И такая же картина ближе к вечеру, когда люди возвращаются с работы. Население микрорайона Салават-Купере увеличивается с каждым сданным домом. И транспортная система столицы к этому оказалась не готова. Студент Савелий Огарев просыпается на час раньше обычного, чтобы не опоздать на учебу. Пробка начинается с самого Синва, автобус полностью битком. И зайти просто невозможно, иногда автобусы просто проезжают мимо. Только один автобус. Очень трудно добираться до работы, на работу. То есть вообще никак не устраивает. Салават-Купере на магистраль. Горьковское шоссе очень узкий проезд. Поэтому скапливается очень много машин. И жители у нас по часу, больше часа тратят на то, чтобы выехать. На сессии Казгурдумы сегодня озвучили, как будут адаптировать транспортную систему к уплотнению жилой застройки. В следующем году предусмотрен ремонт дороги Хибинской-Октанышской с установкой одного светофора. Также планируют запустить автобусный маршрут от Нурихана-Фатаха до Тецовской. Появятся 8 остановок и новые дорожные знаки. На все предусмотрено 160 миллионов рублей. В качестве краткосрочных мер запущен бесплатный общественный транспорт от Салавата-Купера до Аюзина, который рассчитан на молодых мам и посещение ими объектов социальной инфраструктуры. Этот год стал для Казани беспрецедентным по объему отремонтированных дорог. Программа коснулась автомобильных трасс, поселковых дорог, внутриквартальных проездов и дворов. Но работать еще есть над чем. К чемпионату мира по футболу в Казани нужно выполнить все требования безопасности дорожного движения. В столице вновь обновят сеть маршрутов общественного транспорта. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в республике ожидается сильный ветер, метель и гололед. При этом видимость ухудшится до 50 метров. Синоптики просят татарстанцев быть осторожными и без необходимости за пределы населенных пунктов не выезжать. Столичные коммунальщики до сих пор не могут оправиться от прошлого снегопада. Тогда за две недели в Казани выпала почти месячная норма осадков. Итог. Дворы в сугробах, крыши в снежных шапках, тропинки во льду. У коммунальщиков один ответ. Не успеваем. На их поиски сегодня отправилась Альбина Минебаева. 80 лет. Инвалиды. Как будут ходить? Вот заснеженный, а под снегом лед. Не пешеходная дорожка, а сплошной каток. А поверх, да, еще и снежная каша. Это Вишневского. Даже центр Казани потерпел коммунальная фиаско. Сначала таяла, потом заморозила, потом снег навалил. Колдобины ходить невозможно. Там будка хлебочная. Значит, туда ходит, за молоком ходит. Ну, невозможно. Ни один день даже не заглядывали туда коммунальщики. Жители 53-го дома по улице Вишневского, говорят, дворника ни разу не видели. Только в их высотке живут 27 пенсионеров. После перепадов температуры над жителями нависли и сосульки. Этот двор остается оторванным от коммунальщиков. Если дорожная техника и проезжала, то только по ограниченной части дорог во дворе. Здесь ее точно не было. Здесь вот видно, что что-то чистили, но под ногами остается лед. Это копыты у меня в специальном магазине продали. Я купила, вот что-то не скользило. Это уже лайфхаки от местных жителей. Когда умирает надежда, на ботинки вставляют шипы. И так пешком по всему центру Вишневского, Достоевского, Амирхана, Яники. Почтальон Сакинахалилова скользит каждый день. Вчера 4 часа пришла оттуда, шаг вперед, два назад, внизу лед, наверху снег. Вдоль дороги, вдоль улицы эту часть убирает горвод Зеленхоз. Но я думаю, они работают в том же режиме, как и мы. Когда мы убираем, да, народ спят. А режим, говорят, Авральной, дворников не хватает. Администрация Приволжского и Бахитовского районов утверждает, что в такой снегопад все силы брошены на магистрали. Только у юристов свой ответ. Ни погода, ни оправдание. При выпадении каждых 5 сантиметров снега, коммунальные службы должны выходить и очищать как дороги, так и тротуар. Ужасно во дворах. На центральной дороге даже не справляется. А то, что надо в дворах говорить. Центр города пообещали привести в порядок уже завтра, после того, как уберут главные столичные дороги. Альбина Минебаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Со своей проблемой жители центра Казани обратились в нашу редакцию. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по телефону 570-50-17. Пробивать броню управляющих компаний будут общественные жилищные инспекторы. Такой институт будет создан в республике. В обязанностях прием жалоб и контроль разрешения вопросов. Пока проект запустят в пилотном режиме. В Казани будут работать 15 инспекторов, в каждом из районов республики по одному. Есть примеры. В одном, допустим, субъекте сразу появилось тысяча жилищных контролеров. Мы вот этого больше всего не хотели и боялись. Потому что потом нужны будут контролеры над контролерами. Значит, то есть это должны быть те люди, которым можно верить. И по компетентности, и по их, скажем так, отсутствии личной заинтересованности. За жестокое обращение с животными, ответит Госдума, сегодня ужесточила наказание за живодерство. Так совпало, что сегодня же в Казани советский районный суд вынес приговор мужчине, который убил свою собаку. Она съела денежную купюру. Это уже второй случай в республике, когда живодеры несут реальное наказание. Хотя по всей стране по этой статье решения выносят не так часто. Сергей Хайдаров выяснял, насколько подражало жестокое обращение с животными. Резонансный случай произошел в доме по улице Глушко. Именно здесь, два месяца назад, мужчина жестоко до смерти избил свою собаку за то, что та изгрызла тысячерублевую купюру. Заявление в полицию на живодеру подала его бывшая жена. Как позже выяснили следователи, 45-летний безработный мужчина часто выпивал. Этот день не стал исключением. Нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. Сегодня был судебный процесс. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему 210 часов обязательных работ. Встретилась с нашей съемочной группой лично Евгений, так зовут осужденного, отказался, однако пообщался по телефону, причем говорил с поразительным хладнокровием. Таких случаев по стране все больше. Россию потрясла история живодеров из Хабаровска. Подростки убивали домашних животных и все снимали на камеру. Сейчас они в колонии. Казанская история не единственная в республике. В Чистополе летом прошлого года мужчина до смерти избил щенка. Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей. Мое мнение, наверное, можно и жестче наказать. И за тысячу рублей, это ведь живое существо, и убивать. Тоже есть душа, есть свои чувства, поэтому с деньгами и с правительными работами здесь не отделаться. Видимо, так же считают и в Госдуме. Сегодня депутаты ужесточили наказание за живодерство. Теперь максимальный срок лишения свободы – три года. Выросли штрафы до 80 тысяч рублей. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Нижнекамске новый начальник полиции. Сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин представил личному составу Нижнекамского управления 39-летнего полковника полиции Владимира Витлугина. Последний год он руководил отделом полиции Бавлинского района. Это новости Татарстана. И смотрите далее в выпуске. Цирк уехал, школьники остались. Сказали, что цирковая школа закрывается. Чем сегодня заняты учащиеся закрытой казанской школой цирка и когда им снова на манеж выяснял Рамиль Шайдулин. Опергруппы в Казани. Пока еще только в самом начале лаборатории оперной. О творческом эксперименте Казан Опера Лаб. Альгина Слагараева. Индивидуальное отопление, канализация, горячая вода. А еще приусадебный участок. Сегодня в селе Лебедин Алексеевского района 12 семей получили ключи от новых квартир. Все они переселенцы из аварийного жилья. Новоселов поздравил Инеаз Рахман. Лучший подарок на Новый год. В селе Лебедин в Алексеевском районе сегодня новоселье 12 семей получили ключи от новых квартир. Ранее они все проживали в аварийном жилье. Дом на улице Кооперативная был признан опасным для жизни еще в 2011 году. Как говорят сами жители, условия были страшные. Старые рамы на окнах, трещины на стене, отсутствие канализации, а зимой вовсе спали. В одежде вспоминают Римма Хуслуддинова. А на мамы троих детей и двоих внуков. В таких условиях прожила 27 лет. И, наконец, эти кошмары закончились. С Хуслуддинова получили новую двухкомнатную квартиру в селе Лебедино. Дома сдаются при чистовой отделке, с индивидуальным отоплением и даже есть свой участок в 10 соток. И тепло, и туалет дома, и вода. Все устраивает. Все соберемся. Будет двойной праздник. Двойной праздник, да, даже тройной. Ключи от новых квартир получили еще 11 семей. Торжественное вручение состоялось в местном доме культуры. Шесть новых домов с двухкомнатными квартирами было реализовано в рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья. Есть такая программа. Есть возможность, живя в каждом районе, принять участие и переселяться в новые обустроенные квартиры. Заказчиком данных объектов является Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана. В целом в этом году введено 157 домов. Это более 7 тысяч квартир. А в самом Алексейском районе построено 10 новых домов. С манежа к себе домой начинающих акробатов и гимнастов попросили покинуть стены цирка. Неделю назад единственная в своем роде цирковая школа закрылась на неопределенный срок. Напомним, в главном здании цирка идет капитальный ремонт. Так когда же он закончится и дети вернутся к занятиям, разбирался Рамиль Шайдулин. Также внезапно пришлось бросить 4 года занятий. Амира, одна из учениц закрытой цирковой школы. О том, что начинаются бесстрочные каникулы, узнала толком не начав учебу. Нас на вахте прямо остановили и сказали, что цирковая школа закрылась из-за ремонта. Замира не бросила тренировок, только рассчитывать на одни домашние тренажеры уже бессмысленно. Ведь настоящему циркачу нужны и большие площади, и спортивные снаряды. Куда идти, что делать, не знаем. Спасибо, тренеры нам предложили позаниматься в спортивном комплексе Москва. И вот мы сейчас в данный момент посещаем эти занятия. Альтернативы нашли не все. Вот в семье Лерон занятия пока и вовсе забросили. Терпеливо ждут конца ремонта. С одной стороны, конечно, это было неожиданно, что цирковая школа закрылась. Но с другой стороны, конечно же, все мы, жители Казанца, давно ждали ремонт здания цирка и, конечно же, цирковой школы. Когда открытия не знает и художественный руководитель. Сегодня и он, и преподаватели временно без работы. Все началось после проверки и продлится минимум до конца ремонта цирка. К слову, аналогов этому зданию, как цирковой школе, в Казани больше нет. Во-первых, здесь есть купол. А во-вторых, та самая высота, на которой начинающие гимнасты могут расти профессионально. За семь лет в Казанской школе вырастают от подающих надежды до профессиональных циркачей. Гимнастов, акробатов, работающих, например, в Дюссалей. Смогут ли такого же мастерства достичь и те, кто учится сегодня? Надежда уже на строителей. Рамиль Шайдулин, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. В Московской области открылась международная экологическая выставка. Нижнекамскнефтехим представил вниманию экспертов в своей разработке и нововведении по защите окружающей среды. О результатах за год в нашем следующем репортаже. На объединенном стенде Татарстана один из главных акцентов информация о новых проектах Нижнекамскнефтехима по охране окружающей среды. А их немало. В рамках соглашения о взаимодействии между Минприродой России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Татарстана и ПАО Нижнекамскнефтехим выполнены технические мероприятия по охране экологии на сумму более 466 миллионов рублей. За счет этого в совокупности удается снизить воздействие выбросов предприятий в атмосферу. В 2017 год, год экологии, был реализован большой проект по модернизации части биологических сооружений. На следующие годы также предприятие не будет стоять на месте. То есть за счет собственных средств принято решение, выделено средство в размере порядка 1 миллиарда рублей. В ПАО Нижнекамскнефтехим постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирин. За прошедший год уже завершили реконструкцию трех градирин и проведены работы по капремонту еще 17. Затраты составили более 73 миллионов рублей. Есть мероприятие, которое позволит снизить антропогенную нагрузку на Нижнекамский промышленный узел, то есть выброс в атмосферу. В конце года на Нижнекамскнефтехиме подводят итоги, которые озвучили на форуме Московской области. Было заменено теплообменное емкостное насосное оборудование на заводах, а также проведена очистка буферного пруда от тыла, где собираются условно чистые стоки с использованием фильтрующей тканевой системы нового поколения. Наш земляк, писатель Шамиль Идиатулин, получил литературную премию «Большая книга» за свой роман «Город Брежнев». Работа над произведением о жизни челнинского подростка в 80-е шла больше 10 лет, а издали книгу в этом году. Победители премии выбрали из более чем 600 работ. 15 произведений финалистов целый месяц были представлены на суд читателей и экспертов. Шамилю Идиатулину присудили премию в миллион рублей. Через год на казанской сцене появятся сразу три новых современных оперы. Это результат работы выпускников первой творческой лаборатории «Казань Opera Lab». Она стартовала 17 декабря. Сейчас идут лекции и мастер-классы. Какие задачи ставят перед творческими группами кураторы Альбина Солгараева. Регина Сатарова – молодой режиссер драматического и постдраматического театра. Опера для нее – новая стихия. Другой вид искусства. И, конечно, безумно интересно понять, по каким законам она строится и вообще поработать в этом формате. Нынешний директор Большого театра и бывший директор театра Станиславского. Три композитора, три драматурга, три художника и три режиссера. Объединившись в команды, они будут работать над будущей оперой. Во время обучения пройдут мастер-классы, группы представят либретто и музыкальные наброски. Идет о том, что вся эта история закончится выпуском трех спектаклей оперных. Она может продолжиться и дальше, если будет все это востребовано, в обществе, верхами, лизами и прочим. Свобода творчества обеспечена. Казанский зритель нуждается в экспериментах смелых и дерзких. Спрос на такую оперу будет, уверены организаторы. Темами не ограничивают. Сейчас ищут площадку для показа постановок. Я привяжусь к тому, что надо сделать, показать, что у нас есть те ребята, которые хотят этим заниматься, которые могут этим заниматься. И что людям, зрителю, зрителю это важно и интересно. Как только будут получены первые эскизы работ, начнется подбор артистов и музыкантов. Кастинг уже запланирован. Первые черновые эскизы спектаклей группы должны подготовить к лету. Ну а готовые постановки на казанской сцене появятся в октябре будущего года. Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Бойцы Росгвардии не дали двум девочкам упасть с крыши. Все подробности через несколько минут. А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Деревенское мясо птицы и субпродукты Восиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. И на марка по цене отечественной. Да, если это Датсон. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр марка. 4 пятерки, 3 семерки. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Холестерин и сахар манипулируют вами? Лучше вы возьмите их под контроль. Сохраните свою жизнь. Минздрав. Республики Татарстан. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Ниссан. 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр марка. 4 пятерки, 3 единицы. Только 4 дня. Очень низкая цена. Горбуша, пикша по 169 рублей. Светофор. Покупай скорее. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278-33-33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам. На сайте es09.ru. Московский цирк Никулина представляет Карина и Артур Багдасаровы с новогодней программой «Планета 13». С 29 декабря Татнефть-Арена. Казань. Добрый вечер. Время новостей и спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. В Польше стартовал клубный чемпионат мира по волейболу. Один из главных фаворитов, казанский «Зенит», в первом матче переиграл аргентинский «Боливар». Равная игра наблюдалась только до второго технического перерыва. А затем казанцы отрывались от соперника. 18 очков выгол Михайлов, 13 принесли он. При этом третий бомбардир Мэтью Андерсон отметился всего тремя результативными действиями. И даже был заменен. Зато блестящий матч провел Алексей Самойленко, набравший 14 баллов и 8 из них на блоке. Теперь команда Владимира Олегна встретится с китайским Шанхаем. А дальше с польской «Скрой». Конечная цель «Зенита» – финал и долгожданная победа в престижном турнире, который завершится в воскресенье. Первый матч всегда волнительный. Может быть, я сам волновался почему-то, как никогда. Рад за манеру игры. Самое главное – то, что мы чуть-чуть готовили к ним. Насколько это было возможно, ребята выполнили. Состав прежний, чемпион новый. В Казани завершился новогодний турнир по мини-футболу среди корпоративных команд. Восемь крупных предприятий республики сошлись на манеже центрального стадиона. Среди претендентов на титул традиционно были футболисты телерадиокомпании «Новый век». Представители ТНВ каждый год в числе призеров данного турнира. Чемпионство показывать не удалось, однако телевизионщики все ближе и ближе к заветному трофею. В результате первое место и кубок увозят команда «Дивон Кредит». На второй строчке – игроки коллектива «Средневолжский транснефть». ТНВ и «Ферикс» разделили между собой бронзу. А серебряный кубок достался Костомону. Теперь команды будут готовиться к весенней части турнира, где ожидается еще более жесткая конкуренция и большое количество новых предприятий, играющих в мини-футбол. Интересно, конечно. Это как бы собирает дух коллектива. И мы уж так тренируемся. Мы для себя таких не ставим задач. Участие для нас важнее. Как бы себя позиционировать перед командой, посмотреть на уровень других. И будем рады, если какое-то призовое место займем. На страже закона и собственных ворот в Казани завершился кубок юриста по хоккей с шайбой. Турнир уже стал традиционным и приурочен ко дню юриста в России. Первое символическое вбрасывание шайбы исполнил главный тренер хоккейного клуба «Акбарст» Зинатула Белелединов. Четыре лучшие команды правозащитников сошлись в борьбе за главный трофей. Удержать титул чемпионов оказалось непросто. Команда Верховного суда «Фемида» в финале одержала верх над танковым училищем 3-0, завоевав кубок победителя турнира второй год подряд. За играми юриста внимательно следили хоккеисты «Акбарса». Более того, награду чемпионом вручил капитан клуба, заслуженный мастер спорта России Александр Свитов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит раз и с близким новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани – Тазигизата, 15, Пушкина, 54 и Зорги, 11-Б. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ – Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «ДМебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана местами ожидается снег и до 2 градусов мороза. На северо-востоке республики снег, местами сильный. Там температура воздуха составит плюс 1 градус. На севере республики ожидаются снегопады и плюс 1 градус. На северо-западе Татарстана временами снег с дождем. Там температура воздуха составит плюс 3 градуса. На юго-западе Татарстана ожидаются дожди и до 3 градусов выше 0. В центральном районе республики пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит плюс 2 градуса. В последующие сутки в Татарстане похолодает. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – «Гашика-7», телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш «Газ» на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор-Казань». Улица «Гашика-7», Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмаром» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмаром». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 номинований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товар для туризма, отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается дождь. Температура повысится до 4 градусов выше 0. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Да, слов нет. И тайное чудо. Шведский столб. Комфортные переходы. Бацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.